Всем привет. Буквально вкратце об объявлении больших реформ в эмиграции. Сегодня Клэра Нил, министр Home Affairs, выступала очень размытыми мазками, очень концептуально. Такое впечатление у меня сложилось, что никакой конкретики там нет, и что до конца она сама все не понимает, как всегда. И очень размытыми терминами, терминами неправильными. Кладывалось постоянно впечатление, что она живет в Канаде, потому что она все наши миграционные программы называла skilled worker. Ну ладно. Что понятно точно из того, что не понятно? Понятно то, что на рабочие визы будет прыжок по ЗП. То есть, если раньше можно было кого-то и за 53 900 нанять, так называемый TISMED, минимальный threshold зарплаты иностранцу, то сейчас минимальная зарплата иностранцу должна быть 75 000 долларов в год, если ты кого-то спонсируешь. Это, конечно, печаль. Я думаю, что немногие работодатели на это отреагируют негативно. Ничего в этом хорошего нет, потому что, ну как, для работников может, конечно, и есть, но только вопрос, кто их будет спонсировать. Многие работодатели скрывались за зарплатами в 56, 60, 62, 65, там где-то до 70, потому что они понимали, что еще спонсировать это не бесплатно, еще 1012, там 13, 15 идет на то, чтобы этот человек проспонсировать, и поэтому им выгодненько было получить его чуть-чуть подешевле. То есть, для работодателя, конечно, это боль и печаль, что сейчас 75 будет стартом. Я знаю некоторых работодателей, которые вот сразу откажутся. А еще из интересного, из того, что понятно, было оглашено, что работники будут более независимыми от работодателя при рабочих визах. Это вообще капец. Ведь смысл рабочих виз в том, что работодатели как раз готовы за это все платить, потому что они хотят, чтобы работники иностранные были зависимы от них. А как это будет, если они будут независимы от них? Прозвучало, что они смогут менять работодателя на более простых, более гибких условиях. Сейчас-то знаете, как можно поменять работодателя, если он тебя спонсирует? Сейчас он тебя уволил, или ты уволился, у тебя 60 дней, ты должен найти нового спонсора за 60 дней, и он должен перепадать новую номинацию на тебя. То есть, так, плотненько и трудненько. Как правило, люди не меняют работодателей. Вот одного взяли, вот там 4 года и тянут его, или 3 года его тянут на 482 визе, потом переходят на 186 с ним же. А сейчас якобы гибко, потому что нарушение прав трудящихся, вот эта вот эксплуататорская культура, да я сам говорил, что это эксплуататорская культура, работать на одного и того же работодателя, когда ты сбежать на него не можешь. Но философия это одно, даже если это по справедливости, а практика это другое. Я хорошо, я согласен. Эксплуататорская культура, и надо было улучшать права трудящихся. Какое гадкое слово, трудящихся, постоянность. Вы же второй раз у меня сегодня проскакиваете. Права работников надо было улучшать, не держать их в таком рабстве, как вот это работодательское рабство. Окей, хорошо. А как тогда работодателя сделать заинтересованным, спонсировать человека, заплатить Skilling Australians Fund, Nomination Fees, Agent Fees и куча других платежей, которые платит работодатель? Чем он вообще будет мотивирован, если этот человек может от него свалить? Это же был вообще основной аргумент для спонсорства работодателя. Мы всегда им продавали эту идею. Зато вы получаете персонал, который никуда не денется. Работодателям очень нравилась эта концепция. А теперь что? Ну, а все остальное, о чем говорила Клэро Нил, сегодня было так размыто, что было все остальное непонятно. Поэтому я жду от Джайлза, от департамента дальнейших прояснений этих концептуальных реформ. Как это конкретно будет работать? И потом мы уже там где-то прояснимся, где-то посмеемся, где-то поплачем. Будет более конкретно понятно. Пока у меня очень смешанные чувства об этом всем реформаторстве, которое призвано упростить нашу сложную визовую систему, как они выразились. Наша система действительно катастрофическая, она очень сложная. Но каждый раз в любом упрощениях главное не поломать то, что есть. Хотя бы то, что работает. Оно уже было не так плохо, потому что оно работало. А то, что будет новое, еще посмотрим, будет ли оно работать. В общем, пока скепсис меня одолевает. А дальше по мере того, как они будут уведомлять меня, буду разбираться и вам рассказывать. Спасибо и до связи.